Привет всем! Субботний вечер в самом разгаре, а это значит без сумасшедшего техно-дайджеста мы вас не оставим. В сегодняшнем выпуске мы с вами разберемся, стоит ли своих денег новенький Razer 2020. Вы увидите футуристичную технологию Звездных войн, которая уже реальна. Мы вместе с Ричардом Браунингом побьем мировой рекорд скорости полетов на джетпаках, посмотрим на новенький электроскейт для любых дорог и увидим, как выглядит электрофурия, которая разгоняется до сотни за 1,89 секунды. Так и говоря, иди и возьми тачку своей мечты. Ну а если вы на этом моменте загорелись с желанием купить новый автомобиль, то рекомендуем сервис автоспот.ру, на котором вы видите все актуальные цены, со всеми скидками, акциями и спецпредложениями. Купить автомобиль стало еще легче. Заходим на сайт, выбираем авто, оставляем заявку. Далее менеджер автоспот свяжется с вами и, уточнив все предпочтения, отправит заявку только тем дилерам, у которых есть данное авто в наличии. Экономия времени и нервов видна невооруженным глазом. Плюс не будет затрат на объезд всех автосалонов в поиске желанной модели. Все это абсолютно бесплатно. Автоспот.ру. Ссылка в описании. На сегодняшней неделе было немало новостей. Одной из них стало закрытое официальное мероприятие в Лос-Анджелесе, на котором Lenovo официально представила реинкарнированный Motorola Razr. В отличие от предшественницы, которая в свое время была довольно популярной, новинка стала намного технологичнее и, казалось, должна была полностью соответствовать духу времени, ведь в ее конфигурации есть магическое предложение складной гибкий дисплей. Главная особенность модели — экран P-OLED диагональю 6,2 дюйма с разрешением 2К. Он заменил одновременно и механическую клавиатуру, и небольшой дисплей первой версии телефона, которые открывались при ее раскладывании. Как сказали представители компании, на таком экране удобно работать в браузере и с документами, смотреть видео, а вот в сложенном состоянии информация выводится на другой дисплей OLED диагональю 2,7 дюйма с разрешением 800 на 600 пикселей. Все это довольно неплохо, но если не брать в расчет форм-фактор и, собственно, экран, то больше Motorola Razr 2020 удивить практически нечем. Ах, нет, еще одно — это цена данной модели. За новинку в США попросят 1500 долларов, когда она поступит в продажу в январе следующего года. С одной стороны, для складного смартфона цена относительно невелика, но с другой стороны, характеристики Motorola Razr 2020 больше соответствуют какой-нибудь модели в 10 раз дешевле. Смартфон построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 710, имеет только две камеры, разрешение основной 16 мегапикселей, фронтальной 5 мегапикселей, и снимают они, мягко говоря, хреново. Новенький Razr оснащен аккумулятором емкостью всего лишь 2510 мАч. И никакого вам 10-го андроида. Из коробки пользователи получают Android 9 Pie. Объемы оперативки и встроенные флеш-памяти составили 6 и 128 гигов соответственно. Motorola Razr 2020 представлен единственным исполнением корпуса — черным. Предварительные заказы на новинку начнут принимать в США с 26 декабря. Как, наверное, знают все, в популярной киносаге «Звездные войны» можно увидеть множество фантастических электронных механизмов. Например, голографический дисплей, с помощью которого герои фильма могли общаться друг с другом на расстоянии. Несмотря на кажущуюся футуристичность технологии, сотрудники Королевской инженерной академии Великобритании не только создали полностью рабочий прототип такого прибора, но и расширили список его функций. Устройство не является голографическим проектором. Ключом к созданию объемного изображения в воздухе без помощи проектора стала технология акустической левитации. Исследователи в Сассексе создали устройство, которое отображает трехмерные анимированные объекты, которые могут общаться и взаимодействовать с наблюдателями. Прибор использует трехмерное поле ультразвуковых волн, чтобы поднять полистирольный шарик и с высокой скоростью его переворачивать, чтобы в воздухе получать различные формы. Шарик шириной 2 мм движется так быстро, что человеческий мозг не видит движущуюся бусинку. Перед людскими глазами появляются только завершенные формы, которые были сгенерированы. Цвета добавляются светодиодами, встроенными в дисплей, которые светятся на бусине, когда она двигается. Будущие дисплеи могут использовать более мощные преобразователи для создания больших анимаций и задействовать несколько шариков одновременно. Но в наших дайджестах быстро двигаются не только шарики. Электрический гиперкар Эсперк Оул, который разогнался от нуля до 100 км в час за 1,89 секунды, теперь становится официально самым быстрым серийным автомобилем на Земле. Японские инженеры в сотрудничестве с итальянской Манифатура автомобиле Торино соберут 50 таких красавиц. Установивший рекорд Оул был прототипом и фактически представлял собой карбоновый монокок на невероятном шасси. Кроме того, во время рекордного заезда использовали прогретые гоночные шины. Но серийная версия не стала медленнее, а до 300 км в час машина разгоняется за 10,6 секунды. Максимальная же скорость еще выше 400 км в час. С таким ускорением разгоняют автомобиль 4 электродвигателя мощностью 1985 лошадиных сил. Цена? Ну вот узнаете вы, что 3 миллиона 200 тысяч долларов это лишь ценник для базовой комплектации. Вы после этого будете жить как прежде? Вот и мы так думаем, лучше вам не знать. И коль речь у нас пошла о рекордах, обойти эту новость мы просто не могли. Британский изобретатель и основатель компании Gravity Industries Ричард Браунинг создал свой летающий костюм еще в 2017, а в текущем году усовершенствовал его конструкцию. Новая версия полностью напечатана на 3D принтере. Она легче и прочнее первого прототипа, а также позволяет владельцу регулировать мощность двигателей во время полета. Главный изобретатель компании решил самостоятельно продемонстрировать работу новой версии джетпака и в процессе установил новый рекорд, разогнавшись до внушительной скорости, сопоставимой с автомобильной. В ходе тестового полета Браунинг развил скорость почти в 140 км в час, установив попавший в Книгу рекордов Гиннеса рекорд скорости для необычного типа транспорта. Заодно он превзошел собственные достижения двухлетней давности. Тогда ему удалось разогнаться лишь до 52 км в час. Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация CASC провела испытание платформы, которая будет использоваться для посадки марсохода в 2020 году. Миссия, намеченная на следующий год, состоит из сразу трех китайских аппаратов. Орбитального зонда, посадочной платформы и самого марсохода. Китай представил этот проект в 2016-м, а летом 2019-го специалисты уже завершили сборку марсохода и отправили его на испытание. По сути, посадочная платформа — самый важный элемент миссии, потому что именно от нее зависит то, доберется ли марсоход до поверхности планеты. Для испытаний специалисты воспользовались комплексом в городском округе Джан-Тся-Коу. В нем есть 140-метровый испытательный стенд, способный имитировать силу тяжести других планет с помощью системы из множества тросов с управляемым натяжением. Во время испытаний посадочная платформа снижалась на тросах, а также собственном двигателе. При снижении специалисты опробовали разные режимы, в том числе зависание над поверхностью и отслеживание препятствий на ней. Испытания были признаны успешными. Ожидается, что аппараты отправятся к Марсу на ракете Чань Джен-5 в июле или августе следующего года и прибудут к Марсу в начале 2021 года. Если посадка будет успешной, вскоре после этого марсоход съедет с платформы и начнет исследование окружающей поверхности с помощью камер, радара и инструментов для анализа состава грунта. Внимание, друзья, у нас сообщение. Вернее, у нашего редактора, который месяц назад купил, по его мнению, самую последнюю версию MacBook Pro. С великим горем и тяжестью на сердце он хочет сказать, что на этой неделе Apple показала флагманский MacBook Pro с дисплеем диагональю 16 дюймов, с самым топовым железом и объемом SSD-накопителя, который увеличился вдвое, до 512 гигабайт и 1 терабайта. А при желании в лэптоп можно вообще впихнуть память емкостью 8 терабайт. Он желает Apple мучительной смерти и долгой прожарки в аду. Конец сообщения. Более подробно, отчего бомбануло у нашего редактора, смотрите в нашем телеграм-канале. Ссылка там, где и всегда. Ну а мы вернемся к нашему выпуску, который не был бы дайджестом от Кика, если бы в нем не было новостей от Илона и крутой новинки из краудфандинговой площадки. Компания SpaceX пару дней назад успешно запустила ракету Falcon 9, которая до этого летала уже трижды, установив таким образом новый рекорд. Но если в случае с Falcon 9 зачастую все идет по плану, с испытаниями космических кораблей у SpaceX в последнее время имеются проблемы. Сначала весной во время испытаний взорвался Crew Dragon, а затем проблемы были во время двух испытаний Starhopper. Однако несколько дней назад SpaceX заявила, что очередные испытания корабля Crew Dragon прошли успешно. Судя по всему, это тот же набор статистических испытаний, которые не удалось завершить весной из-за взрыва. В рамках этого этапа SpaceX тестировала работу двигателей Draco и SuperDrac, первые будут использоваться для маневрирования на орбите и для ориентирования корабля в пространстве, а вторые отвечают за отстрел корабля от ракеты-носителя в случае экстренной ситуации. А тем временем инженер из Лос-Анджелеса Дэвид Джексон разработал, вероятно, самый крутой девайс для передвижения по городу. Его электроскейт-спидборд развивает скорость до 48 км в час. По заявлению разработчика, он очень маневренный и ездит по неровным поверхностям, утоптан на земле или гравию. На странице компании в Kickstarter он также обещает собрать версию, которая установит рекорд скорости для электроскейтов и позволит разогнаться на ней до невероятных для этого вида передвижения скоростей – 130 км в час. Обычные электроскейты – это слегка модифицированные обычные доски с четырьмя колесами и прямым электроприводом. Джексон подошел к идее совсем иначе. Колеса у спидборд надувные диаметром 26 см, что позволяет ездить по неровным поверхностям, а разгоняет спидборд мощный мотор на 4 кВт и цепной привод. Так надежнее, уверяет инженер. Регулируется скорость с ручного пульта, передающего информацию по Bluetooth. Нынешний вариант питается за счет 52 литий-ионных батареек, объединенных в 4 блока. Заряда хватает на расстоянии от 25 до 38 км пути, в зависимости от веса и стиля езды. Для участников краудфандинга стоимость спидборд – 1999 баксов, начало поставок намечено на январь следующего года. И на этой скоростной ноте мы и закончим сегодняшний выпуск. Всем огромное спасибо, что провели это время вместе с нами. Навалитесь на кнопку лайка, протараньте кнопку подписаться и стрельните по колокольчику, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Увидимся очень скоро. Пока!